Я вас приветствую на канале Автозвук своими руками. Меня зовут Артём. И сегодня у меня на обзоре продукция компании Skylar, а конкретно компонентная акустика Evolution EVO 6C. Сделаю распаковочку, как обычно в наших традициях. Посмотрим, что же лежит в коробочке, как выглядят динамики. Но обязательно послушаем, как же они могут звучать. Приятного просмотра! В такой симпатичной черной коробке с золотыми надписями поставляются эти динамики. Здесь написан номер серии, это Skylar Evolution. Моделька EVO 6C. Ну а снизу есть немножко характеристик. Диффузор из стекловолокна, подвес резина, катушка 25 мм, твиттер 20 мм шелковый, размеры магнита есть. Сопротивление 4 Ома, номинальная мощность 40 Вт, пиковая мощность 160 Вт, чувствительность 92 ДБ. Частотный диапазон от 40 Гц до 25 кГц. Кроссовер разделение на 4500 Гц с крутизной спада 12 ДБ на октаву. С динамиками идёт гарантийный талон, набор крепёжных саморезов, комплект проводов, дополнительные установочные чашки, два вида, большие и маленькие. Кроссоверы, пара твиттеров и пара медбасовых динамиков. Такая сеточка в комплекте, пластиковый ободок и защитно-металлическая сетка с шильдиком Skylar. Вот так выглядит твиттер. Простым выдавливанием он отсюда вытаскивается. Можно спрятать в уголок, если в штатку хотите поставить, то есть без вот этого кольца. Либо можно врезать так, как он и идёт. Просто установив его сюда. Также есть два крепёжных отверстия. Здесь провод в комплекте. Длина провода около 60 сантиметров. Вот такой кроссовер. Есть подписи, куда что подключать. Это вход, это твиттер, это вуфер. Клеммы под лопатку. Внутри также есть надписи IN-T-W. Здесь есть аттенюатор. То есть вы можете на 0 оставить, как есть. Можете на плюс 2 ДБ поставить. Можете на минус 2 ДБ поставить. Это регулировка твиттера. То есть высоких частот. Всё аккуратненько. Претензий никаких нет. Пролито клеем дополнительно, чтобы ничего не дребезжало. Всё, я считаю, отличный кроссовер. По крайней мере, собран аккуратно. Сам Медбас выглядит вот так. Что примечательно, он имеет 8 крепёжных отверстий. Это отлично. Здесь не пенка, а резина. Вот здесь уплотнительное кольцо. Корзина штампованная, стальная, с антирезонансным покрытием. Четырёхспицевая. Резиновый подвес. Вот он, довольно-таки тоненький. Такой быстроходный, большеходный, я бы сказал, как для Медбасового динамика. Диффузор из стекловолокна, как я и читал из описания. Здесь колечко алюминиевое. Алюминиевая пуля, фазовыравнивающая тело. Ходов динамика более чем. Шайба мягкая, светло-коричневого цвета. Подводящие приклеены к диффузору, идут сразу на катушку. Длина подводящих рассчитана таким образом, чтобы они не касались диффузора и не стучали. Клеммная площадка защищена кожухом, на котором подписаны плюс и минус. Лопатки разного размера, довольно-таки толстые. Согнуть их будет сложно. Можно, но сложно. Это хорошо. То есть, толстый металл, отлично. Небольшого размера магнит, я бы сказал. Ну, или, наверное, даже среднего. 90 мм примерно диаметр магнита. Здесь наклеечка Skylar Evolution EVO 6C. И штрих-код с серийным номером модели. Хороший, аккуратно собранный динамик. Давайте послушаем их в паре. Расскажу вам впечатления обязательно. Выглядит симпатично. Комплект адекватный. Без лишних деталей, что называется. Ну, и тем не менее, все есть в комплекте. Все, что нужно для установки, практически есть. Итак, динамики в стенде. Вот здесь стоит Мидбас. К нему подключен его родной кроссовер. Тот, который в комплекте. К кроссоверу подключен твиттер. Он вот здесь. То есть, при включении Мидбаса будет включаться твиттер. Также снизу младшая модель из этой линейки. Моделька EVO 6. Коаксиальный динамик. Его тоже повключаю. Ну, и здесь еще есть Орис. Повключаю. И может быть, что-то из эстрады. Ну, так, для отстрастики, чтобы у некоторых в голове все уложилось. Моделька. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok